так доброе утро дорогие друзья как у вас настроение а мы с вами продолжаем сегодня приступаем уже к третьему занятию я расскажу что будет проходить у нас в третьем занятии вот и смотрите третье занятие будет состоять из двух блоков первый блок это трансформационный блок и второй блок это блок маркетинга и чтобы скажем вам сказать про блок маркетинга что это такое я думаю плюс минус все мы понимаем что это такое и смотрите мне вообще сетевой маркетинг вот мне в сетевом маркетинге нравится все вот абсолютно все от и до но есть один нюанс мне нравится и мероприятия мне нравится и встречи мне нравится и там какой-то вот этот движ мне нравится продавать когда у меня покупает мне все это делать очень сильно нравится меня это вдохновляет наполняет меня энергией так далее но он есть один нюанс что мне не нравится мне не нравится привлекать новых людей мне не нравится искать людей которых которым нужно рассказать мое предложение мне не Мне нравится искать людей, которым рассказать про мой продукт, который у меня есть, про мои услуги, которые у меня есть, что я могу дать. Мне вот этот момент очень сильно не нравится. Об этом я тоже писал несколько постов и написал последний свой, скажем так, пост-хит, который получил у аудитории огромнейший, просто органический охват. Прилетела куча заявок. Это можно в моей ленте посмотреть, он так там и называется, что к чему я шел 18 лет и как я вообще пришел к тому, к чему я пришел сейчас. И что вот эта работа через старые школы, через списки знакомых, это звонок, это список, звонок, встреча, она настолько меня внутри прожгла. И я уже, когда думаю о мысли, что мне надо масштабировать этот бизнес и думаю, что мне надо опять это будет все заново проходить, у меня просто стынет кровь в жилах. Потому что это настолько, но я не могу это передать, поэтому в принципе я и задумался создать некую систему, создать очень крутой инструмент, который каждый человек сможет использовать без вот этой старой системы. Именно создавать встречи, чтобы люди сами звонили, чтобы люди сами просили, чтобы люди интересовались, чем мы занимаемся, чтобы у них возникал такой интерес. Расскажи мне. И вот в принципе вот это моя и отчасти, то есть и моя команда помогает мне в этом. Мы создаем, мы тестируем, мы создаем систему, мы создаем такой пуск-запуск. И вот эта система, о которой я хочу вам сегодня рассказать, это будет во второй части. Это система старт, мы ее так назвали. Я дам реально готовое пошаговое решение, чтобы взбудоражить ваши соцсети. Это подойдет как для Facebook, как для Instagram. То есть можно и подумать даже, возможно, для TikTok какие-то элементы можно будет взять. Я дам готовые тексты. Это будет система состоять из 7 постов, из 19 stories, из 3 прямых эфиров. Что мы получим, когда сделаем эту систему? То есть да, конечно, вам нужно будет там немного покреативить, но именно база, вот скелет, что и как делать, я вам это с радостью дам, с радостью поделился. Мы это думали, оформили, и сегодня во второй части вы это, естественно, получите. Сразу хочу сказать, что вы все получите PDF-презентацию, поэтому можете не стараться там тексты переписывать, потому что будут большие. То есть все у вас будет, не переживайте, не волнуйтесь. Плюс я дам некий ряд домашних заданий, которые поможут вас внутренне странсформировать, внутренне вырасти, чтобы вы уже смогли давать такой некий посыл своей аудитории и вот начать включать вот эти вот моменты, чтобы на вас начали обращать люди. Вот, это будет примерно так. Это мы рассмотрим с вами во второй части. И вот эта система старт вам поможет уже из имеющихся ваших ресурсов создать за 7 дней от 5 до 20 входящих заявок. Люди вам будут писать, расскажи мне, чем ты занимаешься, я хочу к тебе навстречу, я хочу к тебе на консультацию. И все это у вас произойдет, если вы будете делать так, как во второй части. Итак, занятие 3. Двигаемся дальше. И хочу напомнить, что у нас было в предыдущих занятиях, в предыдущих сериях. То есть помним, что если у нас нет результата, это наш лучший результат. Потому что не стоит настраиваться внутренне именно на результат. Скорее стоит настроиться на действия, перенаправить фокус, сделать так, чтобы мы начали получать удовлетворение, чтобы мы начали получать энергию от того, что мы делаем, чтобы нам начало это нравиться, чтобы мы заряжали, чтобы мы свое дело начали заряжать дополнительной энергией, и тогда результат, он сам придет. Нам кажется, что нет результата, но мы сегодня в первой части этот момент проработаем. Вы поймете, почему нам кажется, что нет результата, но результат, друзья, есть всегда. Вот, следующее. Делай, что можешь там, где ты есть, с тем, что ты имеешь сегодня, без прогнозированного будущего. То есть да, я это уже сказал, что не стоит заглядывать в будущее, а как там будет в будущем, а стоит именно сфокусироваться именно на сегодняшний день на то, что мы делаем сегодня. Всю дорогу увидеть невозможно. Невозможно увидеть уже конечный результат. То есть к чему я приду, и даже не стоит это пытаться делать. То есть можно примерно знать направление, куда двигаться, но весь путь увидеть просто невозможно. И смотрите, друзья, когда мы принимаем решение, когда мы начинаем бомбить, когда мы начинаем работать, когда мы начинаем работать с людьми, когда у нас даже начинает получаться первый результат, у нас может произойти дофаминовый обрыв. Это абсолютно нормальное явление. Это так бывает совсем, что нам кажется, что мы перегораем, или у нас какой-то такой, или внешние факторы начинают на нас влиять. Родные, близкие, возможно. Может быть какая-то ситуация, да, и происходит этот дофаминовый обрыв. Ничего страшного. То есть я сегодня тоже расскажу, как из этого выходить, как себя держать в тонусе, как себя держать на уровне всегда поднятой энергии. То есть да, я расскажу, что я делаю, я расскажу, что мы делаем с командой. Вот. И еще о чем хочу сказать, что помним, о чем я говорил, что готовых решений не существует. То есть их нету, потому что большинство людей, 8-10% сегодня ищут реально готовое решение. Один рычаг, за который потянуть, и у человека все в жизни поменяется. Все произойдет. Друзья, хочу вас разочаровать, такого рычага не существует. То есть нормальный предприниматель, помним из предыдущих занятий, что он имеет много рычагов. Он тянет за каждый рычаг, он ищет много точек, куда нажимать. Он становится таким человеком, который там, 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 там по чуть-чуть и получает нереально крутой результат. Вот. Дальше помним, что рост через проблемы. Просто проблемы бывают разного уровня. То есть, да, если начинаешь ты бизнес и начинаются проблемы, это очень хорошо. То есть ни одного бизнеса не бывает без проблем. Потому что я сегодня являюсь человеком, который имеет два бизнеса. Я имею бизнес сетевой маркетинг, да, об этом я тоже писал. У меня есть партнеры в 15 странах, есть большая достаточная сеть потребителей, есть товарооборот. Вот. И я давным-давно уже получаю пассивный доход в своей сети. И есть у меня второй вид деятельности, традиционный бизнес. Это у нас с женой свой собственный ресторан. Это наше такое очень, скажем, хобби классно. Потому что у жены была мечта всегда открыть ресторан. Мы это сделали, открыли. Насколько это уже работает, скажем, эффективно, неэффективно. Но есть, скажем так, свои плюсы и есть, естественно, свои минусы у традиционного бизнеса, да. И мы с Мариной недавно пришли к выводу, да, если открыть очень сильно крутой ресторан в тайге, то результата не будет, потому что в тайге нет людей. В тайге только одни звери. Вот примерно у нас ресторан примерно в таком же месте, где очень слабая проходимость клиентов. Вот это минус традиционного бизнеса, да. Ты не можешь взять свой традиционный бизнес и его перенести в какую-то другую страну. Нет, это сделать, конечно, можно, но это просто будет затраты нереальные. Плюс мы упираемся в персонал. Нам нужны люди, которые находятся плюс-минус рядом возле нашего бизнеса, которые будут ходить на работу. Те же повара, официанты, уборщицы и так далее. То есть это сопряжено с таким рядом, с огромным рядом проблем. Но у сетевого маркетинга этих проблем нет. И с появлением интернета, с внедрением вот этих новых технологий, с внедрением сетевого маркетинга 2.0, это то, что я транслирую, это то, что я хочу, чтобы люди об этом знали, что есть возможность строить по-другому, что есть возможность действительно получать заявки, не выходя из дома, что есть тот инструмент, который, если ты будешь грамотно делать, рано или поздно у тебя будет результат. Вот. И помним, что рекординг через консультацию, что мы не говорим человеку, слушай, у меня есть крутое предложение, у меня самый лучший маркетинг-план, у меня самый лучший продукт, и мы начинаем это впаривать. Это старая школа, это старые методы, которые на сегодняшний день, они очень-очень слабо работают. Это чуть больше даже мы получаем негатива, потому что люди устали от этого, люди устали от того, что им в наглую что-то впаривают. Это как спам, знаете, как-то в директ куда-то, или приходят, купи, возьми. Это просто начинает раздражать людей. Это нереально так забирает энергию, и поэтому, когда мы занимаемся спамом, мы забираем у людей энергию, мы не даем им энергию, мы не заряжаем их, мы не продвигаем их, мы действительно делаем не совсем правильную миссию даже на этой земле, потому что мы раздражаем людей. То есть, да, а спам впаривания, вот это, оно действительно раздражает людей и забирает у них энергию. То есть, да, и сегодня мы поговорим о том, как же этого избегать и как делать все достаточно верно. Вот это то, что мы разбирали в предыдущих двух занятиях. Это коротко мы вспомнили, у нас всплыло в голове. То есть, и двигаемся дальше. Смотрите, сейчас мы поработаем над трансформацией внутренней, и я дам вам занятия. Поэтому сейчас то, что я буду говорить, вы воспринимайте, потом вы сможете это проработать. Плюс я дам домашние задания, чтобы для усвоения, дам некие лайфхаки, как работать над собой, как действительно трансформироваться, как поднимать свой уровень энергии. Вот, смотрите, любой может стать номером один из нас. Естественно, и приходя в любую деятельность, в любое дело, то есть у нас должен быть посыл стать номером один в этой нише. То есть, да, и смотрите, кто определяет, кто станет номером один? Кто? Мы только сами определяем, будем мы этим человеком или не будем. Поэтому очень много примеров, масса просто примеров из жизни. Я сегодня тоже несколько вам приведу об этом. Вот, и может быть, стать номером один в своем городе, может быть, стать номером один в структуре своего наставника, может быть, стать номером один в какой-то экспертной области. Но это очень важно, это именно внутренний такой настрой. Например, смотрите, вообще вот помним такую формулу, что быть, делать, иметь. Я думаю, много кто читал эту книгу, и все понимают, про что я говорю, да, это Неплеон Хилл, быть, делать и иметь. Да, но у нас наше классическое образование, наша школа, наши вузы немного нам это переформатировали. И мы это даже, понимая, читая это, но внутри у нас засело то, вот эта программа за года, она просто вбита в нас. Она вбита, втоптана, и мы это на каких-то внутренних энергиях, мы это так и воспринимаем. Потому что, смотрите, чему нас, например, учат. Ну, вот обычный пример. Мы учимся пять лет, чтобы иметь, что иметь? Профессию. Чтобы потом иметь какую-то должность, ходить на работу. Чтобы потом выполнять какое-то действие, то есть, да, делать, и чтобы потом только быть. И вот эта система, она просто в нас впитана, пропитана. Или, например, там различные кастинги. Да, вот когда проходят, то есть кандидаты приходят, ну, тот же голос, да, те же X-факторы различные, да. Кандидаты приходят, чтобы иметь сцену, сначала, чтобы иметь сцену, потом, чтобы делать, спеть, показать себя, и потом только, чтобы быть звездой. То есть, видите, смотрите, какая идет цепочка. Идет цепочка не совсем верной логики. То есть, да, поэтому нам это везде транслируют. Надо сначала иметь, потом делать, и потом быть. Поэтому тоже помним из предыдущих занятий отслеживаем внутри себя вот эти вот истории, которые возникают, когда что-то происходит, как мы это воспринимаем. То есть, отслеживаем это, и если эта история не совсем соответствует, просто выключаем эти истории. Вот, поэтому смотрите, тотальное заблуждение иметь, делать и быть. Да, но помним, что есть литература, есть книги, есть очень умные люди, есть действительно люди, которые добились огромных успехов, они говорят совсем про другое. Нужно сначала быть, потом нужно делать, и только потом ты будешь иметь. Поэтому очень простой пример приведу. Например, когда есть семья, представим, есть семья, и в семье есть дети. И дети, часто такое бывает, когда дети вырастают, мальчики, например, и они живут с родителями. Живут с родителями очень долго лет, 20-20, до 30-40 лет. Есть кто вообще всю жизнь живет, но это не совсем хорошо влияет на мужскую энергетику, не совсем хорошо влияет на наш тестостерон и так далее. И как мыслит такой человек? Как мыслит такой человек? Когда ему задаешь вопрос, дружище, ты хотел бы переехать в свою квартиру? Да, конечно, я хотел бы переехать в свою квартиру. Вот я сейчас заработаю денег, я перееду. То есть, человек вообще эту формулу переделает. Он сначала хочет иметь, потом он хочет делать, и потом только быть. То есть, я говорю, нет, я говорю, для тебя, для внутреннего роста сначала нужно съехать, хоть маленькую какую-то комнатушку микро найти, но жить отдельно. потом ты будешь делать и потом ты будешь иметь. То есть, да, но таких примеров можно привести просто массу на каждое, на каждый случай из жизни, да, то, что нас окружает. Вот, итак, личная работа. Что я делаю для того, чтобы себя трансформировать и держать в нужной форме? То есть, да, каждое утро я выделяю полтора часа на обучение, стараюсь, да, утро, это, ну, это у меня время до обеда. То есть, да, это, в это входит наша командная планерка, обязательно, да, командная планерка, то есть, я общаюсь с людьми, которыми мне интересно, то есть, мы обсуждаем цели, куда мы двигаемся, обсуждаем направления, стратегии разрабатываем, то есть, тестируем, делимся и так далее. То есть, да, это каждый человек может сделать, каждый может создать общество, куда каждый день на полчасика, часик можно собираться. Плюс читаю, плюс читаю различную литературу, прохожу различные, то есть, обучающие программы, то есть, покупаю их, то есть, да, потому что бесплатного много, но, как показывает практика, чтобы человеку лучше воспринималось, человек должен за это заплатить деньги. Ну, так уж устроен человек. То есть, да, дав один и тот же материал, человеку бесплатно, и человек, который заплатит за это деньги, у каждого это своя цена, то есть, у каждого это своя планка, результат будет совершенно другой. То есть, я не знаю, как это устроено, это, наверное, устроено так, что человек, наверное, где-то внутренне думает, что бесплатно это, ну, бесплатно это не может быть какого-то годного, хорошего дела. Фактически, я делаю вот свое обучение, я его делаю бесплатно, я делюсь с ребятами, делюсь с ими, этим обучением из других сетевых компаний. Ну, то есть, мне не жалко, то есть, мне вообще такая стоит миссия, чтобы действительно сетевой маркетинг начали воспринимать по-другому, чтобы к нему начали относиться, чтобы вот сломать тот стереотип, который был сформирован в 90-е, в 2000-е годы. То есть, да, поэтому мы работаем над этим, и мы боремся с этим, мы обязательно это сделаем. Каждый раз, когда я еду в машине, я впитываю контент, да, то есть, я слушаю что-то, аудиокниги, какие-то видео включаю, то есть, что-то постоянно идет фоном, постоянно идет фоном, но бывает такое, что ты чувствуешь, что ты уже переполнен, тебе надо немного времени, скажем, прийти, ну, не в себя, или это переварить, можно по-разному называть, да, и тогда можно послушать музыку, можно просто помолчать, да, в автомобиле, и так далее. Вот, и мой план работы с обучением всегда в приоритете, всегда на первом месте, то, над чем я работаю, то, что я думаю, то, что у меня рождаются какие-то мысли, у меня всегда стоит это приоритет, то есть, да, потому что стараюсь, чтобы меня внешне какие-то факторы не отключали, чтобы меня не отключала, там, какая-то обыденность, какая-то вот ежедневная, рутинная работа, которая присутствует у каждого человека, да, у кого-то это уход за детьми, у кого-то уход, может быть, за родителем, может, еще за чем-то, тот же уход за домом, за автомобилем, ну, то есть, есть масса-масса того, что нас может отключать и вырывать из вот этого потока, который мы настраиваемся с вами. И в среднем получается 5-6 часов в день я что-то прохожу, слушаю, записываю, то есть, перерабатываю, генерю, пишу посты, делаю сторисы, какие-то делаю заметки, наброски, строю планы на будущее, какие-то программы, то есть, да, это все рождается в таком состоянии потока, то есть, да, как войти в это состояние потока. Фактически у нас уже прошло два занятия, да, это уже третье, это будет такое третье, это мы уже входим в такой поток и сегодня вторая часть именно маркетинга я дам и вот с этим потоком и с вот той системой старт можно просто сделать себе очень хороший результат за короткий срок, даже имея сегодня ресурсы, даже если у вас 50, 60, 70, 80 подписчиков в Инстаграм, ничего страшного, эта система работает. Итак, двигаемся дальше. Постоянство и упорство. очень хороший такой лайфхак, если вы запишите 52 видео, ваше влияние точно расширится, но если мы будем писать это видео, сядем в день, будем писать видео, у нас, естественно, это не получится, поэтому одно видео в неделю, то есть, отводим себе вообще такой некий год, потому что профессия сетевика это действительно профессия, тут надо обучаться, тут надо отрабатывать навыки, тут надо поймать вот эти вот фишки, поймать эти правильные вибрации, чтобы войти в поток и чтобы начать строить команду, чтобы тебя люди начали слышать, начали слышать твое бизнес-предложение, где-то делать, где-то делать, какой-то креатив создавать, то есть, все это нужно делать, и такой даже, как некий бэкграунд вы будете готовить, начните записывать видео уже сегодня, какого плана, какого формата, в принципе, абсолютно это не важно, каждый человек сегодня может завести свой YouTube-канал и начать записывать видео и делиться там этими видео, даже если у нас на YouTube-канале ноль подписчиков, это ничего страшного, это все очень хорошо и замечательно, почему? Потому что мы будем писать сегодня видео, и будем писать его каждую неделю будем размещать, и через год, когда мы запишем там 52 видео, и мы сами посмотрим свое первое, второе, третье видео, и посмотрим на свое 52-е видео, мы увидим, как мы выросли личностно, мы увидим, как наш уровень влияния на людей, на наше окружение, он просто вырос. Возможно, придут подписчики, возможно, не придут подписчики, об этом вообще не стоит думать, не стоит думать о результате, а стоит сфокусироваться именно на действия, войти вот в этот поток и просто начать это делать. Это пишется ваша история для того, чтобы когда будут уже подключаться к вам партнеры, когда будут спрашивать, когда они будут говорить, слушай, ничего себе, ты так классно говоришь, ты так все понимаешь, у тебя все так логично, я так никогда не смогу. И вы тут говорите, дружище, пойди, пожалуйста, на мой YouTube-канал и посмотри, какой я был год-два назад. Первое видео два слова связать не мог. Фон поля, кусты, ковры, непонятно, все трясется, звук фонит, все вообще непонятно, то есть, дергаются, глаза бегают, все как-то, ну, то есть, вообще непонятно, что это видео. Кто вообще такое видео мог бы смотреть? Но проходит год, проходит два года, и мы реально вырастаем, и у нас создается вот эта вот история пошаговая, шаг за шагом, неделя за неделей, труда, упорство, и она дает в итоге результат. Но мы концентрируемся не на результат, мы концентрируемся на действиях. И сегодня я делаю так, как я могу, имея те ресурсы, и самое, наверное, лучшее такое вообще состояние, когда ты вечером можешь себе сказать, я сделал все, что мог, и в этом мой успех. Вот я сегодня за этот день выложился на соточку. И тогда сон лучше, тогда мысли лучше, тогда засыпается очень хорошо, прекрасно, вместо того, когда, то есть, вот это перекладываешь, скажем, изо дня в день, то есть, не, сегодня я делать не буду, сделаю завтра, сделаю послезавтра. Вот это самая такая огромная ловушка. Откладывание дела на завтра. Я понимаю, бывают такие дела, когда недостаточно какого-то ресурса, ну, например, какой-то техники, возможно, или еще чего-то, да, и тогда, да, тогда это можно переложить на тот день, когда будет этот ресурс. Но если мы говорим про дело, которое у нас ресурсы уже есть, и мы, например, выбираем просто упасть на диван, да, или, то есть, не дай бог вообще включить новости и вовлечься вот в то, что происходит вокруг, я, конечно, ну, то есть, я придерживаюсь очень простого принципа. у нас в Латвии тоже такая система, скажем так, и ситуация не из лучших. Ну, вот, например, можно в это вовлекаться, то есть, вовлекаться в эти выборы, в политику, то есть, да, на кухне возможно развести баталии, потратить кучу энергии на это, да, но задать себе вопрос, как я могу на эту ситуацию повлиять? Как? Если не как, зачем тратить свою энергию? Зачем? Лучше потратить ее какое-то на благое дело, на то, что я могу влиять, на свой личностный рост, на свое развитие, вкладывать в себя, что-то сделать, записать видео, написать пост, сделать какой-то сториз, может быть, провести с кем-то встречу, да, поработать над собой, пойти заняться спортом, пересмотреть свое питание, возможно, да, прочитать книгу, впитать какой-то контент, то есть, да, и вот это делать мы можем, и лучше действительно концентрироваться на этом, тогда и энергии совершенно другие, когда совершенно по-другому складывается день за днем, тогда жизнь начинает, скажем так, раскрывать и ставит нас на такие рельсы трансформации, мы растем как личность, меняется наше окружение, мы за него не держимся, мы вырастаем, становимся таким мощными, да, но это, друзья, самая сложная работа над собой, работа над своими убеждениями, да, которые, да, но я надеюсь, что мои предыдущие два занятия в этом вам помогли, итак, смотрите, список действий, небольшой список действий, которые могут человека поставить на вот эти вот рельсы трансформации, это утренние ритуалы, у каждого они разные, например, ну, самый простой такой утренний ритуал, это просыпаться в одно и то же время, очень важно человеку, вообще для его внутреннего состояния, просыпаться в одно и то же время, кто-то просыпается в 5 утра, кто-то в 6, кто-то в 7, но не позднее 8 утра, желательно, даже 7 утра, кто-то говорит 6 утра, да, ну, это для каждого свое, тут вы можете подумать, можно потестировать, можно недельку попросыпаться, например, до 6, можно недельку попросыпаться до 7, до 8, там может быть, до 4 даже, там, я не знаю, до 4, до 5, то есть, и именно потестировать, понаблюдать вот на это состояние внутреннее, то есть, день не пойдет, именно понедельки надо потестировать, и тогда вот понаблюдать, за собой, какое состояние, то есть гораздо лучше просыпаться, когда еще весь мир спит. Тогда такое ощущение, знаете, создается, что утром запускается новая программа и есть такие некие бонусы у Вселенной, которые раздает людям, кто быстрее проснулся. Вот она прям раздает. Кто уже позже встал, в 12, в 2, все. Не осталось. Горячие пирожки уже разобрали. То есть, да, поэтому можно к этому относиться по-разному. Друзья, тестируйте, пробуйте, но в этом действительно есть огромная энергия, вообще есть огромный смысл выровнять свой график и получать дополнительный бесплатный ресурс для нашего внутреннего состояния. Дальше. Каждый день учиться, употреблять какой-то контент, покупать различные программы, которые позволяют вам трансформироваться внутренне. То есть, читать книги, смотреть видео, смотреть фильмы, основанные на реальных событиях. Таких фильмов достаточно много. Сегодня я об одном очень крутом вам расскажу и порекомендую его посмотреть. Вот, поэтому это учиться, это вообще неотъемлемая часть человека, который хочет трансформироваться, развиваться, который хочет вообще стать личностью. Дальше каждый день создавать контент. Да, для этого сегодня есть вообще колоссальная инструмент, возможность, или даже так, площадка для создания контента, где мы можем его транслировать. Пожалуйста, это наш Инстаграм, это наш там ТикТок, это наш Фейсбук, это кто-то еще там одноклассниками пользуется, да, это выбор каждого человека. ВКонтакт есть. То есть, да, это есть действительно площадки, где мы можем размещать свои мысли, свои проработки, свои наработки, свои какие-то внутренние ощущения, свои такие согласия, либо несогласия, да, и вот это действительно можно и нужно делать каждый день, создавать контент. Каждый день продавать, да, если мы сетевики, если у нас уже есть опыт, да, вот именно продажа, она повышает наш внутренний ресурс, повышает наше внутреннее вот это вот состояние, оно улучшает, потому что сама продажа это уже результат наших действий, а сама продажа на человека выводит на новый уровень, у него растет самооценка, действительно, что он может, что он полезен кому-то, да, когда его товар-услуги начинают помогать людям, вообще наша миссия помогать людям, да, потому что если не делать вклад в людей, то есть, да, мы помним это из предыдущих занятий, потом, ну, если просто требовать постоянно, вот включить такого требователя, то есть, я хочу, мне надо, я хочу 5, я хочу 10, я хочу 100 тысяч в месяц, а отдать человек ничего не готов, то есть, вот он взял свое самое лучшее бизнес-предложение, там, компания ежики, рога и копыта, да, взял свое предложение и пошел с ним в мир и не готов ничего давать, он просто говорит, у меня лучшее, у меня лучшее, давай, бери, покупай, это такое впаривание начинается, это, конечно, не совсем вклад в людей, да, поэтому нам нужно перестраиваться именно на вклад, именно делиться, делиться своими мыслями, помогать людям, потому что у нас, у каждого из вас есть своя история, у каждого она абсолютно каждая, уникальная, и мы с вами переживали различные моменты, из различных моментов мы по-разному выходили, из каких-то ситуаций легко, из каких-то ситуаций не очень легко, но все же мы искали какое-то решение и мы находили выход, и этот выход уже приводил к какому-то результату, желаемому или нежелаемому. Вот, если желаемый, если это хороший исход, если это классно, если это супер, то это и есть очень ценный, это ценнейший опыт, друзья, с которым нужно делиться с миром, нужно делиться через посты, через прямые эфиры, через сторисы, рассказывать свои истории, маленькие какие-то, жизненные. Была ситуация, я делал это, думал так, случилось так, и вы этим делитесь абсолютно искренне, открыто, и не ждете ничего, он сумел. Ну, не ждем, мы написали пост, и ждем, что сейчас все произойдет, сейчас люди начнут писать. Нет, помним, концентрируемся на действии, концентрируемся на действии, делаем вклад люди. Далее, каждый день коммуницировать с нужными людьми. Да, об этом я уже сказал, то есть, это можно всегда организовать зум-встречу, у нас с командой это каждый день, кроме выходных, 10.00, мы с командой встречаемся, мы заходим, делимся своими мыслями, то, что прочитал, то, что хочет делать, у кого какие мысли. Если у вас еще своей собственной команды нет, ничего страшного, присоединяйтесь к команду, к наставнику, это вообще, это важно. То есть, даже с точки зрения внутреннего состояния, кажется, даже если мы включаем фоном людей, которые заточены на рост, и мы это слушаем фоном, у нас внутри происходят через время невероятные вещи. Но у вас будет такое ощущение, смотрите, это уже проверено временем у нас с командой, то есть, иногда приходят к нам в команду люди, и они начинают ходить на наши планерки, сначала им это все нравится, потом они попадают в такую точку стагнации, они становятся менее активными, и потом они исчезают, у них происходит домохриминный обрыв, они, думаю, так, то есть, фактически, второй я начинает им объяснять о том, что, дружище, куда ты тратишь время, да это вообще ерунда, да ты посмотри, у тебя дома куча дел, лучше бы посуду пол помыл бы, и т.д., и т.п., и второй я нас стягивает на низковибрационные работы, да, об этом я тоже писал пост, пост нашел тоже достаточно большой отклик аудитории, да, есть низковибрационная работа, есть другая работа, с высокими вибрациями, да, вот именно вклад в людей, помощь, это работа с высокими вибрациями, с высокими энергиями, да, это действительно дает, не забирает, двигаемся дальше, и бывает такое, когда человек думает что-то делать или не делать, то есть он всегда сталкивается с некими рисками, почему мы не идем на риск, смотрите, почему мы не идем на риск, так, сейчас так, тут я водички попил, все хорошо, почему мы не идем, друзья, на риск, и первая причина это страх, и внутренне вот этот второй я начинает нам объяснять, ой, не, если ты начнешь, ой, то, ай, да куда ты там, у тебя не получится, нет, это сложно, и т.д. и т.п., и вот именно вот этот начинает, ты сам себе начинаешь объяснять, зачем тебе это не делать, ты понимаешь, что если ты это сделаешь, будет хорошо, но начать, сил внутренних не хватает, начать это делать, потому что сам себе начинаешь включать вот эти внутренние установки, вот эти внутренние программы, у меня не получится, туда-сюда, вот посмотри на тот человек, пробовал, у него не получилось, включаем свой опыт прошлого, обязательно подключаем свой опыт прошлого, то есть помним, что у нас, допустим, если это не получалось, тогда это еще сложнее начать делать, поэтому вот этот страх нас сковывает, и очень хороший инструмент вообще эта книга есть, книга Наполеона Хилла, разговор с дьяволом, это невероятная книга, не зря она 70 лет была запрещена, она, ну, то есть, мне кажется, каждый человек на земле ее должен прочитать, она просто делает внутренний какой-то супер трансформацию, она выводит наши мысли совершенно на новый уровень, эта книга, которая, она небольшая, она 100 страниц, но в этих 100 страницах вложен такой смысл, и хоть она и писалась там 70 больше лет назад, но она сегодня очень сильно актуальна, она такое ощущение, что написалась прямо сегодня, поэтому вот эта книга, она очень хорошо помогает с работой со страхами, то есть, смотрите, вот, почему мы не делаем, да, вот этот страх, еще у нас включается внутренняя такая программа, ну, если я начну делать, то что скажет окружение, что скажут люди вокруг меня, которые меня окружают, то есть, да, и вот человек этого боится, да, это такой пример, и, как правило, человек такой говорит, ну, мне не так-то, может быть, и нужно зарабатывать эти 5-10 тысяч долларов в месяц, вот, вроде же люди как бы живут и на меньшие деньги, и начинается появляться вот этот низкий уровень нормы, то есть, сам с собой начинаешь договариваться, сам себя начинаешь уговаривать, убеждать в том, что, ну, не в деньгах же счастье, т.т. и так далее, то есть, начинается вот это внутреннее такой подавление самого себя, нам же об этом никто не говорит, мы сами себя об этом и начинаем убеждать, именно потому, что мы боимся начать делать, вот, мы адаптировались в более низкий уровень, объяснили это себе, да, я об этом сказал, начинаем это себе объяснять, сам человек с собой договорился, например, я договариваюсь бегать по утрам, то есть, сам с собой договорился, все, завтра я начинаю бегать по утрам, все, утром встал, а, дождь идет, ветер там, ну, а, нет, не хочу, я же не договорился с собой, что ветер будет, что будет дождь, то есть да, мне это, нет, я так не договаривался, и начинает человек сам с собой передоговариваться, да, это вот, в нас на самом деле невероятная сила, мы можем себя убедить как в одном, так и в другом, вопрос просто за какую команду мы играем, у нас такое ощущение, то есть, да, не ощущение, я после прочтения книги «Разговор с дьяволом», я точно знаю, что внутри нас есть таких неких два «я», первое, которое нас направляет на развитие, на трансформацию, а второе, которое действительно воспитывает в нас такого послушного гражданина, такого с низким уровнем нормы, диван, пивко, телек, невысокая зарплата, пенсия будет, не будет, но в принципе я согласен, и вчера мы вот с Марины ходили на, в театр русской драмы, он был посвящен Виктору Цою, это, конечно, я удивляюсь вообще таким людям, это уникальный человек, я считаю, что это, не знаю, это больше, чем человек, то есть, да, они зря не приходят на эту землю, то есть, они оставили огромнейший след, и сегодня вот эти все песни, которые он писал еще тогда, они просто актуальны как никогда, то есть, они актуальны как никогда, и это дает очень такой хороший внутренний заряд, такой посыл, смотрите, допустим, это человек, мы вчера тоже это обсуждали, вот это человек, который через свое творчество, через свои песни мог поднять толпу, он же нигде никогда не кричал со сцены или где-то так далее, то есть, вставайте, берите, пошлите, нет, через свои тексты, через свои мысли, через выражение, через самовыражение, через себя вот это пропуская, то есть, выдавая вот этот контент в виде песен, люди были готовы вскакивать, идти, и, то есть, проходило, ну, бывало такое, что просто в то правительство, оно боялось, что произойдет просто революция, благодаря энергетике контента, благодаря тому, что человек действительно чувствовал и он выдавал, вот куда нам нужно стремиться, вот что нам нужно делать, нам не нужно говорить людям, давай, пошли, бери со мной, лучшая компания, лучший продукт, нет, нам нужно взращивать в себе внутри вот эту энергетику, нам нужно взращивать в себе формирование, оформление мыслей вот этой внутренней силы, и тогда, естественно, люди начнут нас слышать вообще на каком-то нереально неземном уровне, да, это можно сказать мистика, то есть, да, но это, друзья, так происходит, эта история об этом показывает, показывает это, это не единственный уникальный случай в мире, таких личностей много, вот так, а мы с вами двигаемся дальше, когда мы идем на риск, мы сейчас рассмотрели, когда мы не идем на риск, и когда мы идем на риск, точно так же из-за страха мы идем на риск, например, если я не буду зарабатывать больше или 10 тысяч, 5 тысяч, если у меня не будет свободного времени, это же я не смогу посетить с этих 100 стран, я не увижу мир, мои дети не получат хорошее образование, у меня не будет свободного времени, если я буду ходить на эту работу, я потеряю здоровье, страх, страх тоже начинает управлять нами и двигать вперед. Вопрос, страх один и тот же, как мы его себе объясняем, или же нас волнует, что скажут о нас другие, нас волнует то, что у нас будет не получаться, мы боимся проблем, мы боимся их решать, или же у нас страх действительно то, что мы так жизнь прожить не хотим. Это очень есть хороший яркий пример. Один человек жил, алкоголик, и у него было два сына. И один сын стал также алкоголиком-бомжом, спился через долгие-долгие годы, а другой стал мультимиллионером. И это реальная история. И людям стало интересно очень, а почему так? Да, вот мы говорим, все у нас из детства, все установки у нас из детства и т.д. И у них спросили, почему вы стали бомжом? Он говорит, а вы видели моих родителей? Хорошо. У второго мультимиллионера спрашивают, а почему вы стали мультимиллионером? Что послужило? Вы видели моих родителей? Одна и та же ситуация, просто по-разному она воспринимается. Абсолютно одно и то же вопрос, как мы это внутри себя, ну скажем, к чему мы стремимся. Вот поэтому мы с вами двигаемся дальше. Вот это именно вот этот страх. Это тут нужно наблюдать уже над собой, смотреть внутри, отслеживать вот это то, как мы на это реагируем. Именно отслеживать, может быть, как-то фиксировать, может быть, даже записывать, может быть, для себя какие-то там аудиокасты, видео. То есть именно отслеживать то, как мы реагируем на ситуацию. Вот. И дальше мы создаем новый уровень нормы. То есть человек, который не соглашается на меньше, он соглашается на больше, он делает, развивается, стремится. То есть рано или поздно успех у него будет, конечно, цель будет достигнута. Это ясно и понятно. То есть это масса-масса историй. Всего действительно в мире хватает, чтобы это было подтверждением. Поэтому создается новый уровень нормы. И мы уже адаптируемся к новому уровню нормы. Поэтому, смотрите, все очень просто. Например, даже когда мы начинаем какой-то новый бизнес, например, бизнес в сетевом маркетинге мы начинаем. И когда у нас очень много вопросов, непонятно, мозг начинает объяснять нам, ой, блин, как это сложно. Вообще, может быть, это не твое, может быть, не надо, может быть, есть какие-то другие способы. Возможно, в государстве что-то поменяется, может быть, или я лотерею выиграю. Ну, что-то такое. Начинает мозг нам объяснять 150 миллионов причин, чтобы это не делать. Но если мы находим в себе силы и продолжаем это делать, и когда уже начинает получаться, когда начинают нас люди благодарить за то, что, да, мы делаем у них вклад, когда у нас начинает чек расти, когда у нас начинают продажи расти, когда появляется команда, наш мозг нам говорит, о, слушай, оно прикольно, нормально, мне даже очень это нравится. Подожди, дружище, ты же мне объяснял еще год назад, что, может быть, это не твое, тебе это не надо. Ты меня пытался убедить в том, но я нашел в себе силы, и я тебе доказал, что здесь круто, и что все, что проделано, это проделано не зря. То есть, да, вот внутри вот у нас все так устроено, мы так работаем, да, у нас какие-то установки есть, мы это прорабатываем, поэтому мы это отслеживаем, да, и мы двигаемся дальше. Дальше. Вот, есть огромное заблуждение. Есть такое, что люди, приходя в сетевой маркетинг, они думают, что они в сетевом маркетинге, да, ну, бывают такие случаи, и у меня в команде такое, у меня в командах моего партнера есть очень много людей, которые говорят, мы в сетевом маркетинге 5 лет, или там, я в сетевом маркетинге 2 года. Хорошо. Вопрос, сколько ты за 2 года провел встречи? 5? Я говорю, дружище, ты не 2 года в бизнесе. Ты неделю максимум в бизнесе. Ну, то есть, неделю, потому что это мы думаем, что мы в бизнесе. И думать это не развитие. То есть, как мы в сетевом, мы думаем, что мы в развитии, но у нас нету встреч, у нас нет ни входящего потока, ни исходящего потока, у нас ничего не происходит, но мы в сетевом маркетинге. Это не совсем так. Это огромное-огромное заблуждение. Это не только с сетевым, да, это не только, это вообще с любой другой деятельностью, абсолютно точно так же. Да, вот это нужно внутренне отслеживать, как, что. Поэтому сами себе ответьте на вопрос, вы как бы по-настоящему, не по-настоящему там в этом бизнесе. Поэтому это очень легко отследить, а сколько ты встреч провел и так далее. Поэтому мы думаем, что мы там и что мы в развитии, но мы не развиваемся, мы не растем. Поэтому это огромное-огромное заблуждение. Думать и делать – это развитие. Думать и делать – это развитие. Помним, что именно в нашей деятельности, именно в сетевом маркетинге, то есть, да, наш рост определяет количество встреч. Именно наш рост определяет количество встреч. Какое количество встреч я сделал? Я об этом тоже писал пост. У меня за плечами более тысячи встреч. То есть, огромное количество публичных поступлений, то есть, видео, зумов. Я, наверное, даже уже не знаю, сколько зумов записано и так далее. То есть, да, думать и развиваться, и делать – вот это будет развитие. Думать и делать равно развитие. Вот. И развитие начинается, когда вы выходите на грани. То есть, все это понятно. Результат. Чтобы добиться хорошего результата, на самом деле, не сильно много надо. Нужно 10% знаний. То есть, вообще, что определяет хороший результат? Да, 10% знаний, 10% умений и 80% отношений. Об этом мы поговорим чуть-чуть подробнее. 10% знаний можно купить. Различные программы, туда-сюда. То есть, да, за небольшие деньги можно пройти очень хорошее и классное обучение. То есть, да, это вырасти внутренне. То есть, да, можно освоить навыки. То есть, да, уже поработать. Это все можно купить. Да. Но 80%... Успех и результат – это, естественно, наше отношение. Как мы к этому относимся? И об этом мы поговорим с вами более подробно. И для... Первое такое вот домашнее задание – это фильм «Король Ричард». Это фильм основан на реальных событиях. Это очень невероятная история, как отец пятерых дочерей, он в них воспитал чемпионов. Он в них просто воспитал своим упорством, своим отношением. Он просто вбил в них чемпионство. Они, естественно, стали чемпионками. Эти девочки, они стали чемпионками в теннисе. Они просто теннис в корне поменяли. Это люди, которые вошли в историю. Действительно, этот фильм стоит посмотреть отношения, посмотреть его, проработать, подумать. Может быть, где-то на паузу поставить, что-то записать, поработать над собой, подумать, а как я отношусь к этому. То есть как у меня. То есть именно вот это вот отношение. И отношение вообще и определяет. То есть как я отношусь, что-то меня отвлекает, что-то меня не отвлекает. Сегодня я занимаюсь, завтра не занимаюсь. Вот это отношение, оно действительно самое-самое главное, как мы относимся к тому, чем мы занимаемся. Поэтому вот этот фильм, он действительно поможет вам закрепить отношения. По крайней мере, вы посмотрите, как человек вообще относится. То есть как, ну не то, что как надо относиться, но как бывает. Вот, поэтому смотрите, основная проблема. Вообще основная проблема, ну как бы мы двигаемся дальше. Основная проблема вообще, что я наблюдаю в соцсетях, что я вообще наблюдаю, это если вы показываете только MLM. Ну то есть вот люди, которые начинают заниматься MLM или люди, которые уже давно занимаются MLM, они, может быть, в оффлайне построили бизнес, сейчас они переходят в онлайн. И они ведут каким-то образом соцсети. И вообще для них соцсети это не инструмент, у них толку от этого нет. Подписчики не растут, вовлеченные аккаунты не растут, и входящие не приходят, и так далее. И мы тоже с командой, и я в том числе, проанализировал, то есть понял, мы потестировали, потому что, да, и выявили основные проблемы. И основная вообще, одна из проблем, если вы показываете только то, чем вы занимаетесь. Только MLM. Вот только MLM. Вот реально это не работает. Люди покупают у личности, потому что торговых точек с продуктом и с уникальным этим предложением, их сотни тысячи в интернете просто ваших конкурентов. Тут огромная конкуренция, и шанс того, что купят у вас, она, ну, практически он равен нулю. Ну, то есть это как с пушки стрелять, я не знаю, по воробьям. То есть это очень-очень маленькая конверсия, да, потому что мы вот в соцсетях все время бомбим о том, вот мы в MLM, вот наш продукт, это просто вот, оно вот идет вот от и до, вот, каждый день эти сторисы без конца, да, и так далее. Вот. И если мы, допустим, все время рекрутируем людей, то есть все время делаем им продажи, все время зовем их в бизнес, это тоже вообще выжигает, выжигает наше окружение, выжигает наши контакты. Это ни к чему хорошему тоже не приведет, рано или поздно мы столкнемся с тем, что с таким главным вопросом в сетевом маркетинге, а где брать людей, да, потому что не нужно было все свое окружение рекрутировать. Надо, не надо, этого, того, 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 да, не нужно было рекрутировать. Поэтому мы это прорабатывали во втором задании, то есть, да, кого нужно рекрутировать, кого не нужно, то есть, да, как нужно рекрутировать, по какой системе, да, чтобы это было без впаривания, без этого, чтобы это было в виде консультации, да. Все мы это разбирали во втором нашем с вами задании. Если показывать только блогерский контент, много повторяющих одно и то же действия, люди перестают смотреть. То есть непонятна связь между этими сторисами, рекрутингом. Ну, то есть, когда человек одно и то же, у него одно и то же утром выставляет кашу, как он одну и ту же кушает, на протяжении уже там долгого времени ходит в одно и то же кафе, ходит в один и тот же спортзал, у него одно и то же. То есть, люди от этого устают, то есть, они теряют уже фокус, а когда это происходит, у человека вообще что-то происходит или что-то не происходит. Вообще мы это говорим про личность, то есть, бывают уникальные, вообще уникальные аккаунты, которые, смотришь шапку профиля, человек занимается бизнесом, но смотришь его посты, сторисы, там нет человека. Картинки, надписи, цифры какие-то, графики. Ну, то есть личности вообще нет. Ну, нет личности. А мы помним, что аудитория покупает у личности. Поэтому смотрите. Вовлечение в свои большие идеи. Показывайте события жизни и часть только себя. Ну, то есть показывайте, транслируйте то, с чем вы сталкиваете каждый день. Мягко переходите в увлечение ваших идей, заложенных в вашей компании и в вашей команде. То есть мягко, легонько, иногда мы касаемся аудитории, мы об этом рассказываем. Так, двигаемся дальше. И смотрите. То есть перешли мы ко второму блоку. Блок – это второй у нас, это запуск, это система старт. Старт – это очень мощный инструмент. Вы это поймете, я об этом с вами сейчас и поделюсь. Так, что это такое? Это поэтапная массивная продажа встречи с вами и в формате консультации. Помним, да, что это нужно делать в формате консультации. Не так, что приходи ко мне, я тебе расскажу про свою лучшую компанию, про свой лучший продукт, вот он этот, ттт, ттт, вот результаты, вот то, вот. И начинается это парень. Помню, так делать не нужно. Так, конечно, работает, но это, как сказать, очень низкая конверсия. Сетевики, которые уже не один год на рынке, они знают термин такой, что такое выжженное поле. Что такое после якобы лидеров, топ, за ними остается выжженное поле. Они не думают о том, что не нужно впаривать каждого. Не нужно каждому человеку знать и делать это бизнес-предложение. И тогда лучше же показать это, продемонстрировать, пропонслировать преимущества, познакомиться с человеком, просто сделать несколько касаний, то есть взрастить в человеке вот эту уверенность и веру в вас, что вы нормальный человек, адекватный, чтобы вырос градус доверия к вам, да, и тогда создать такие условия, чтобы человек сам попросил бы, а чем вы занимаетесь, да, вот. Поэтому поэтапно демонстрация преимущества онлайн-бизнеса, поэтапно закрываем возражения. Так, условия крутого запуска. То есть, да, о чем я сегодня буду говорить, есть некие условия. То есть, да, не продавать на холодную аудиторию. Это не будет работать, если мы будем продавать на холодную аудиторию, да. Это специфика соцсетей. Нужно аудиторию прогревать, нужно аудиторию касаться, нужно у аудитории зарабатывать, повышать градус доверия, чтобы нам начали доверять. И тогда повышается процент покупки очень-очень сильно, да. Поэтому создаем отношения при помощи контента. Именно при помощи контента мы создаем отношения с нашей аудиторией. И это будет у нас так, что мы разберем систему, которая подходит уже на имеющиеся ресурсы. Вот то, что мы создали до сегодняшнего дня, то будем и использовать. Так, вот. Для этого нужно регулярно привлекать этому аудиторию. Давать контент, демонстрируя результаты. Об этом вы увидите. Смотрите, план системы став. Из чего она будет состоять? Она будет состоять из 7 постов, 19 сторис и 3 прямых эфиров. То есть, я об этом расскажу, что за посты, что за сторисы делать, что за прямые эфиры проводить. Итак, мы начинаем. Первый день. Пред вовлечения. Я провел много встреч в Zoom на тему, как зарабатывать деньги онлайн нашей команде. Вижу, что эта тема многим интересна. У меня появилась мысль на следующей неделе взять 5 человек и провести личные встречи и показать эту возможность. Разворачиваем пост через выгоды встречи, вовлечение, призыв. Это такой маленький, скажем, предпост, предвовлечение. Дальше будет именно уже текст, развернутый пост, как что писать и так далее. Все слайды я вам дам. То есть, вы сможете спокойненько сесть, это переписать. Но идеально, когда вы это будете сами докручивать для себя. Под себя, под свою компанию, под свой продукт, под свою услугу. Где-то давать предложение, где-то что-то. Но смысл, структура, скелет, чтобы оставался такой, потому что это очень хорошо работает. Это очень хорошо работает и очень эффективно проводить. Вообще есть такие моменты, когда, например, мы встречаемся с человеком и ему говорим, слушай, дружище, я тебе буду сегодня рассказывать про это, про это и про это. Я сегодня расскажу про преимущества моей компании, я тебе расскажу про преимущества моего бизнеса. Ну, человек, когда уже в теме, я тебе расскажу про преимущества работы со мной. Я тебе сегодня расскажу. Потом следующий блок я начинаю рассказывать, и в конце я подвожу такую черту, я говорю такое заключение. Слушай, я тебе сегодня рассказал про преимущество этого, про то, про это, то есть ты в начале это фактически об одном и том же, только несколько раз повторяешь, это очень-очень эффективно действует на человека. Итак, первый день. Вот сам пост. Вот сам пост, можете его прочитать. Я провел много встреч на тему, как зарабатывать в нашей команде. Вижу, эту тему многим очень интересно. Появилась мысль на следующей неделе взять пять человек, прийти личные встречи и показать эту возможность. Так долго, это нечасто. Но тот, кто попадает на эту встречу, обещает, что точно станет для вас полезной. Вот что я собираюсь сделать. Проведу для вас 30-минутную встречу и покажу крутые возможности онлайн. Это не продающая встреча. Я вам ничего продавать не буду, если я пойму, что я вам могу помочь в вашей ситуации. Я об этом вам скажу. Но есть одно но. Шустрики съедают мямликов. Есть ограничения по желающим, но об этом чуть позже. Что мы разберем на нашей встрече? Проясним вашу точку А, поставим четкую цель в точку Б, поймем, что сейчас может помешать достигнуть этой цели, покажу пошаговый план, проанализируем все ресурсы, и в итоге у вас будет ясное понимание, как прийти из точки А в точку Б. Итак, если вы шустык и вам нужен результат, пишите мне прямо сейчас в директ. У меня всего есть время для пяти человек. Действуйте. Это реально готовый пост с вовлечением, с призывом, все как надо. То есть берем его, переделываем, переделываем под себя. Если мыслей нет никаких, можно делать прямо копипаст. Ничего в этом нет. Я даю, пожалуйста, берите, пользуйтесь, закручивайте и так далее. Итак, это первый день. Эта встреча позволяет нам построить по следующему плану. Какая ситуация сейчас в точке А, в точке Б, какой человек хотел бы идеальный результат, то есть саму встречу по следующему плану, желательно адекватной, чтобы человек говорил, какой ты хочешь результат. Он говорил, не знаю, миллион завтра. Это вообще неадекватно. Это мы оцениваем, конечно, уже конкретно по человеку. Как думаешь, что может тебе помешать? Я просто напоминаю, это все моменты. Не вижу смысла на этом останавливаться. Это все моменты второго задания. Всегда можно вернуться, пересмотреть именно по рекрутингу, как проводить рекрутирующую встречу. Итак, вы получите всю новую информацию, которая сможет использоваться дальше при презентации, зная, что человек хочет достичь за 90 дней. То есть мы некий, собираем такой, и уже человеку проводим именно презентации, делаем предложение. Итак, второй день. Пост-анонс трех прямых эфиров. Так, дальше. Я проведу три... И делаем сам пост. Пишем сам пост. Вот текст. Я проведу три прямых эфира на этой неделе. Дата, время. Желательно, чтобы плюс-минус был один. Друзья, я хочу поделиться с вами тем, что меня сейчас сильно вдохновляет. Поэтому я решил-решила провести серию прямых эфиров и рассказать вам о том, что сейчас делаю и почему это будет актуально также для вас. О чем будут прямые эфиры? Ну, то есть, да, можете здесь абсолютно... Вот я накидал несколько моментов, да. Правила игры онлайн. Какие возможности открывать интернет? Почему одни получают все, а другие ничего? Какую роль играет Инстаграм? С чего начать, если вы решили развиваться в интернете? Поставьте себе напоминание. Ну, и продолжаем дальше, да. Тут можно покреативить, добавить какие-то свои моменты, да, уже под себя сделать, да. Поставить и дальше пишем. Поставьте себе напоминание. Буду рад с вами поделиться своим видением. До встречи в прямом эфире. Дата, время. Еще раз начинаем. Пост пуляем. Погнали. Погнали. Дальше. Второй день. Второй день. В этот же день мы делаем три сторисов. Наша задача – получить аудиторию 3D. Как пример. Первая сторис. Вы знаете людей, которые зарабатывают деньги в онлайн? Да, нет. Люди клацают? Да, нет. Смотрим. Дальше. Вторая сторис. Вы бы хотели сами создавать бизнес в интернете? Да, нет. Да, смотрим. Аудиторию вовлекаем почему-то постепенно, да. Третья. Хотите, я пришлю вам слайды своей новой, своей бизнес-модели онлайн? Это третья сторис. Или хотите, я проведу для вас встречу, на которой покажу одну бизнес-модель? Да, и человек вам отвечает да, нет. Даже если человек отвечает, говорит, ну, слушай, я хочу, пришли мне, пожалуйста, эту бизнес-модель, и так далее. В любом случае мы с ним связываемся и говорим, дружище, бизнес-модель, это несерьезно, давай лучше встретимся, поговорим. В любом случае склоняемся ко второму. Провести человеку встречу, на которой я тебе покажу бизнес-модель. Да, цель у нас одна. Так, двигаемся дальше. День три. Разбиваем предвовлеченный пост на сторис, который писали в первый день. Да, помним. Проводим прямой эфир. Задорно, весело продаем встречу на эфире. Обязательно, минимум три раза повторять за прямой эфир про встречу. То есть мы просто тотально продаем. У нас фокус стоит на продаже. Вся эта система заточена именно, чтобы из ваших имеющихся ресурсов выжить максимум сегодня и получить достаточно быстрый результат в виде встречи. Вот, это будет выглядеть наш такой день три. Поговорим об этом подробнее. Смотрите. Первый сторис. Мы разбиваем пост первого дня. Я прям много взгляд. Вот, что собираюсь я сделать. Это первый сторис. Второй сторис. То же самое. Третий сторис. Можно разбивать его на 4 сториса, на 5 сторисов. Но суть. Первый пост первого дня мы разбиваем на сторис и размещаем его. Вот. Четвертый день. Прямой пост на встречу. Об этом тоже мы поговорим. Второй прямой эфир проводим. Сторис. Вопрос-ответ. Смотрите. Вот сам пост. Как вы можете изменить свою жизнь за 30 минут? По правде, никак. Вы точно можете за 30 минут увидеть стратегию, которая может изменить вашу жизнь. Готовы получить эту стратегию уже во вторник. Вторник, среда, четверг. Все зависит от того, в какой день вы начнете эту систему. Каждый подбирает, естественно, под себя. Мы встречаемся с вами в Zoom. Я покажу, как вам вы можете за 90 дней создать новые результаты в своей жизни. Я занимаюсь онлайн-бизнесом. Уже где-то плюс 20 тысяч человек мы развиваем бизнес в стране в СНГ и Европе. То есть вы его, естественно, берете, докручиваете, где-то вставляете свои какие-то результаты. Но сам смысл остается один и тот же. Ну, если вы не хватает креативности, да, может быть, не знаю, то можете спокойно копировать и так далее. Далее. Для кого это встреча? Если вы человек, который интересуется новой возможностью, если вам интересно попасть в сообщество известных людей, если вам интересно обучаться, вы интересны новое знакомство с совместными людьми, которые строят бизнес через интернет, если вам интересно было бы развивать бизнес онлайн, который мы делаем в нашей команде, это не продающая встреча. И напоминаем опять человек, это не продающая встреча. Я вам ничего продавать не буду. Встреча будет точно полезной, и вы можете заинтересуйтесь, и мы станем с вами партнерами. Намекаем, некий такой идет намек. Может быть. Как вы понимаете, у меня не так много времени во вторник, ну, или там, да, 4-5, суббота, воскресенье. Это зависит от того. Я не смогу провести всем желающим, поэтому пишите мне в директ прямо сейчас, чтобы я встретился именно с вами. Итак, дальше. Пост мы написали. Дальше. Делаем сториз. Вопрос-ответ. Задайте мне. Вот тут мы, короче, с вами будем хитрюганы такие, будем хитрюганы включать такие. Сейчас я поделюсь с вами, как это делать. Смотрите. Сториз. Вопрос-ответ, да. Задайте мне вопрос. Ну, есть сториз. Задайте мне вопрос. За самый интересный вопрос я подарю вам подарок. Ну, если у нас нет никакого там PDF, элит, магнита, книга какой-то. Ну, я думаю, каждый человек может что-то придумать там и подарить какой-то человеку там подарок. Ну, если нет, значит нет. Ну, то есть на нету суда нет, да, как говорится. Вот. За самый интересный вопрос подарю подарок. И смотрите, что мы делаем. И делаем мы маркетинговый ход конем. Просим у кого-то своего знакомого, чтобы он нам написал вопрос. Подставу такую небольшую, да. К тебе можно еще попасть на индивидуальную встречу? Естественно, мы делаем несколько демонстраций ответов. То есть мы сделали, да, вот это вот с самыми интересными вопросами. Мы делаем несколько сторисов, 3-4 сториса с демонстрацией, что люди нам ответили. И одно из этих сторис, или одно, или два, будет такое, скажем, подставное, да. Но это не совсем подставное, это по просьбе, да. К тебе можно еще попасть на индивидуальную встречу. И мы берем, естественно, делаем дальше сторисов. Записываем, берем телефон, записываем себя. Да, друзья, у меня еще осталось пару мест буквально. Я вижу, людям интересно. Они вот мне тут написали, я задал вопрос, человек попадет. Да. И начинаем опять задвигать эту севу. Я провожу встречу, которую я не буду вам предлагать, впаривать и т.д. Все по посту, как мы писали в посте, как мы делали этот призыв, что ты на этой встрече получишь стратегию на 90 дней. И начинаем опять продавать, исходя из этого ответа. То есть нам нужно креативить, да. Можем еще попросить кого-то, может быть, мы придумаем еще какой-то интересный ответ. Но наша цель, помним, что наша цель с этого всего движения создать 5-20 встреч, входящих, именно входящих, нормальных встреч, где люди будут сами спрашивать, чем мы занимаемся, куда мы двигаемся, вообще какие наши планы. Итак, пятый день, посткейс. Обязательно нужно на пятый день написать посткейс. Что это такое? Либо пишем свою историю, да, упаковываем красиво ее, да, что было, что я делал, что изменилось. Ну, если такой истории, скажем, нету, историю партнера или историю наставника, да, написать без проблем. Пришел ситуация какая-то была, добавляем эмоции, получи какой-то результат. И точно так же опять призыв к действию. То есть опять призыв к действию. Я провожу консультацию, и вот последнюю часть поста опять мы туда пристегиваем в этот посткейс. Мы пишем посткейс, и опять в конце мы начинаем продавать. Потому что это именно вот эта программа старт, она реально рассчитана, заточена на очень такую крутую продажу. Действительно сделать результат, сделать результат. В этот же день мы проводим прямой эфир. Итак, вот, смотрите. Пятый день сториз. Результаты фото-видеопризыв. То есть, да, делаем на пятый день сториз результаты фото-видеопризыв. Это, например, результаты, это какие-то вот мы писали пост, да, например, о себе истории. Вот я была там 100 килограмм, сейчас я там 70, да, вы писали это в посте в истории. Да, к этому, естественно, нужно делать сторизы, да, какие-то фотографии, возможно, есть видео. Да, и опять в конце в сториз мы делаем призыв. Я, друзья, провожу на этой неделе встречи, на которой вы можете опять мы бомбим то же самое, как попугаи начинаем. Мы это делаем, где-то подключаем какой-то креатив, где-то что-то подключаем, возможно, кто-то нам там начнет бомбить это, да, вот это бомбить, а, да, да. Это очень хорошо, если мы в своих действиях найдем социально неодобрение. Это наша и есть цель взбудоражить людей, там уже там, если это их бесит, да ради бога, пускай бесит, да, то есть, ну, мы помним свою цель, мы помним, какой результат мы хотим, мы просто бомбим, мы делаем это грамотно, классно, мы делаем это пошагово, мы делаем это с креативом, мы понимаем, потому что мы умеем проводить уже встречи, как, ну, то есть, правильно, мы умеем настраиваться, мы знаем, как к этому относиться, и нам нужен сейчас результат. Двигаемся дальше. Шестой день. Мы пишем пост, пять проблем. Ну, естественно, делаем сторисы, опять события жизни, три, да, придумайте сами три вопроса, я думаю, это не составит никакого труда. Вот, пять проблем, из-за которых вы находитесь на низком уровне. Итак, первое, непонимание своей реализации, второе, обесценивание себя, стоять на месте, не искать новой возможности, доверять мозгу, которая саботирует все новые четкие страхов, держать возле себя мямликов, которые только ноют. Помним, что я даю тезисы. Это каждый пункт, этот может и должен, он обрастать каким-то мясом, да, каким-то смыслом, да, такими предложениями. Тут мы уже подключаем свои навыки, подключаем свой креатив, то есть, думаем, где-то юмор включаем, то есть, да, где-то еще что-то, да, и делаем из этого пост. Заканчиваем пост. Если вы хотите получить новые результаты в жизни, я открыл возможность попасть ко мне на встречу, где я покажу детали и опять призыв, ну, то есть, делаем, повторяем все, делаем продажу своей собственной встречи, мы просто об этом говорим везде. Призыв написать не в директ. Друзья, наша цель, чтобы люди заметили, что мы что-то начинаем делать. Просто упорно, целенаправленно везде бомбим, в прямых эфирах продаем свою встречу, в сторисах продаем, в постах продаем, то есть, да, делимся фотографиями, то есть, делимся. А если во время вот этого всего мы уже проведем встречу человеку, человек нам даст отзыв, это просто вообще сработает. Тогда, друзья, может произойти так, что у нас получится, что наша цель была 5-20 встреч, а может быть и 100 получится встреч, да, или там больше гораздо встреч, тут уже сами смотрите, но время должно хватить на каждую заявку, которую написал человек, да, помним, потому что если не наша цель получить огромное-огромное количество заявок, наша цель получить ровно столько заявок, сколько мы способны качественно и грамотно отработать. Если мы можем за неделю 5 отработать, классно, супер, исходим из своих ресурсов, помним об этом, да, свои ресурсы. Если мы можем 20 встреч отработать качественно, классно, то мы делаем эти встречи. Итак, день седьмой, пост-дедлайн, обязательно пишем, осталось несколько мест, последний момент, настал повтор поста. Так, повтор поста того первого дня, прямой эфир с продажей делаем, сториз с обратным отсчетом делаем, обязательно, то есть осталось 5 часов, через час осталось 4 часа, осталось 3 часа, осталось 2 часа, остался час, между ними мы можем вставлять еще свое обращение. Вот, друзья, у меня осталось всего лишь одно место, ты еще можешь успеть, напиши мне, куда-сюда, обратите директ и т.д. и т.п. Мы опять начинаем продавать это в сторизах. Спасибо всем, кто успел, набор закрыт. Да, то есть это обязательно, обязательно на седьмой день поблагодарить всех, кто успел. Это просто необходимо и обязательно опубликовать сториз, что набор закрыт. Всем спасибо, дорогие друзья, да, 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 я вам благодарен, кто успел, да, 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 все, но набор уже закрыт. Поезд ушел, все, самолет улетел, двери закрылись. Кто успел, тот успел. Вот, смотрите, дам несколько рекомендаций, как правильно сделать вообще этот запуск. Первое, что надо сделать, открыть свой блокнот, взять ручку, сесть, подумать и расписать этот запуск по дням. День, один, день, два, день, три. Что я буду делать? Когда сториз? Примерно время и т.д. Распланировать это все. Распланировать, чтобы это уже плюс-минус сложилось в голове. Вот, важен психологический настрой. То есть, да, помним те действия, о которых я говорил в первой части, что нужно настраиваться, нужно впитывать контент, нужно смотреть, может быть, музыку слушать, кому-то танцевать помогает и так далее. Нужен психологический правильный настрой на развитие. Сместить фокус с результата на действия. То есть, когда начинаем это делать, мы не думаем, что у нас получится, как мы будем проводить встречи и т.д. и т.п. Мы смещаем свой фокус на действия. Мы фокусируемся именно на том, что мы будем делать сейчас. И просто от этого кейфовать, получать удовольствие, просто проводить такой вот движ в своих социальных сетях. Пожалуйста, Facebook, Instagram вам в помощь. То есть, у каждого есть какие-то подписчики, даже если это 20, 30, 40, 50 подписчиков, это абсолютно не имеет никакого значения. То есть, не надо ждать завтрашнего дня, что что-то произойдет, как каким-то образом у нас несколько тысяч подписчиков окажутся на наших соцсетях. Помним, если мы делать ничего не будем, такого не произойдет. Вот, поэтому смещаем свой фокус на действия. С результата на действия. Вот, цель не заработать миллион, а написать посты, сторис, провести качественный эфир. Вот, куда наша цель смещается. И от этого мы действительно вырастем с вами внутренне, мы повысим вот этот градус влияния на людей. То есть, у нас будет уже, естественно, результат. Чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться, друзья. Поэтому помним действия, а не результат. Итак, домашнее задание для вас, для шустриков, которые хотят результат, которые хотят настраиваться. Первое – это посмотреть фильм «Король Ричард». Это очень увлекательный, классный фильм. То есть, сделать свои выводы, понаблюдать, сравнить. Ну, не то, что сравнить с самим собой, а посмотреть, как я реагирую в такой ситуации, что бы я делал в такой ситуации. Да, может быть, какие-то моменты записать. Может быть, даже какие-то сделать сторисы. Может быть, сделать отзыв о фильме. Да, может быть, порекомендовать кому-то, друзьям своим и так далее. Фильм, короче, реальный. Фильм на реальных событиях очень и очень крутой. Прочитать книгу «Кради как художник» – это все я вам дам. Это все мы разместим, это все будет. «Кради как художник» – книга. Она вам позволит избавиться от такого момента, что вы что-то не можете выдавать за свое. Вы где-то что-то увидели. Увидели у человека какой-то сторис или пост очень интересный. И вы думаете, ну, какой классный пост. Не такой вообще супер-пупер. Ну, это же не я написал. Берете этот пост, переделываете его под себя. Добавляете чуть-чуть от себя. Публикуйте, все в порядке. Это касается всего-всего абсолютно в мире. Потому что в этом поможет «Кради как художник». Книга, она очень маленькая, она читается быстро. Не знаю, ее можно сесть там час-полтора, ее прочитать. И так далее. Организовать старт в своих социальных сетях. Назначить дату. Сесть себе в блокнот, прописать. Назначить дату, составить план и просто стартовать. И как результат для меня, человека, который провел вам эту программу, который вам дал эту возможность, что вы проведете 15-10 встреч. Это будет самый-самый лучший наш результат. Вот, друзья, всем спасибо за внимание. Был рад с вами поделиться. Поэтому идем, делаем домашнее задание, находим время, пишем план и двигаемся. Спасибо. Вот. Все, друзья, товарищи. Сколько у нас? Полтора часа прошло. Да, почти час двадцать. Спасибо большое, Денис. Да, интернет. Конечно, бомба. Да, феноменально. Вот, все четко по полочкам, все прям вот бери и делай. Просто брать и делать. Если решение есть, то инструкция точно дана грамотно. Я, например, собираюсь это делать. Это такая будет, град будет такой. Знаешь, я тебе говорю, даже если будет одна встреча из этого, это очень крутой результат будет. Мы поймем сам смысл, что действительно это все вообще, все это работает. И все это имеет смысл. Это очень, на самом деле, очень хорошо. Поэтому я вот эту сделаю запись. Я ее оформлю. Я размещу ее в Клуб 100. Я добавлю еще раз туда книгу «Кради как художник». Я сделаю PDF из своей презентации, сконвертирую. Сделаю, чтобы у каждого человека это было перед глазами, чтобы не нервничать. И, в принципе, вот можно. А будет так, что вот разместишь тексты, например, чтобы не тратить время на написание текста, а скопировать и тогда переделывать или нет? Нет. Помним, со школьных времен человек, который переписывает, у него откладывается в голове. Вот хотелось бы экономить. Ну, можно, конечно, допустим, сделать этот PDF, пойти, скачать редактор, который отслеживает. То есть, да, он неправильно это делает, ну и так далее. Но это потратим гораздо больше времени, чем взять, перенабрать этот небольшой текст. Так что все, друзья. Спасибо вам за поддержку. Спасибо тебе за твою проделанную работу и за эту инструкцию. Пока. Пока-пока.